Всем доброе утро! Что тут за очередь такая? Не могут проехать? Не пойму, что они стали? Наверное, боится ехать или еще что? Боится. Так боятся ехать. Нафиг заехали тогда? Знаете, я всегда думаю, зачем едут люди сюда? Если все видно снизу, что здесь улицы узкие. А у меня машина прям вот где заканчивается свет в конце туннеля. Там моя машина стоит. В общем, я сегодня в одном свитере, знаете, не очень так жарко, холодно. Хотя вот тут всегда ветер дует. И так, в общем, прохладно. У меня есть шарфик в машине лежит. А я гляжу, уже все ходят в одних свитерах. Уже никто... Я вот подумываю уже убрать. Нет, уже давно надо было убрать все польта вот эти вот зимние, которые я не надела ни разу в этом году. Вот. Чтобы... Ну, они уже, я их не надену. Ну, лень, матушка. На это нужно время. Времени, как всегда, нету. Но когда-нибудь я это сделаю на днях. Ой, я закрыта машина. Тима, я с ледкой. Видите, у меня уже здесь два шарфа. Один, два. Все, поехала. Ой, я очень люблю кости, поэтому собрала себе здесь все кости. Буду обугладывать. И вот такой супчик вчерашний вкусняшный буду кушать. Всем приятного аппетита. Что-то стало холодать. Ветер какой-то холодный поднялся. Пришлось одеть шубейку, а-ля шубейку. Иду на работу, но очень хочется, но надо. Вообще, после обеда очень люблю работать. Потому что дома расслабляешься, так. А потом ищи уйти, вставать куда-то. В общем, да. Ну, ладно. Сейчас поработаю немного. Потом поедем на пляж гулять. Вообще пасмурно как-то стало. Погода вообще испортилась. Непонятно. Ветер холодный. В общем, да. Зима. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, смотрите на этот туннель. Или как его там назвать, туннель. В прошлом году, да даже не в прошлом году, буквально до Рождества, по-моему, этот его красили. Смотрите, какая здесь влажность. Что здесь все отваливается. Здесь вот в домах точно так же. Даже ничего не держится. Ну, давай, фокусируйся. Тут в домах такая же проблема. Краска вся слетает. Прямо вообще страсть сколько. Моя пирогмахерская не исключение из этого. Это жесть, какая здесь влажность. Как мне объясняли, здесь вода. Здесь же все на скалах построено. И вода просто стачится по скалам вверх. И вот в домах. Здесь вот проблема такая. Все, время-то. Маму, ясно-час. Как наделали машины вот этих электрических или неэлектрических. Как они едут, их вообще не слышно. Вообще. Я несколько раз вот так поворачиваюсь, как у меня машина едет. Представляете? Настолько тихо она едет, что ни хрена не слышно. Мне кажется, это даже как-то опасно, что они так ездят тихо. Потому что вообще, ну как так? Главное не бибикать, ничего. Просто поворачиваюсь. Блин, а рядом со мной машина едет. Пошла я работать. Идешь так по улице. А на улице банантики растут. Спеют. А я иду за машиной. Сейчас поедем на пляж. Хотя погода так и поменялась. Ветер дует. Но ничего. Прошвырнемся по пляжику. Погода не очень. И на пляже никого нет. На той неделе было все тут заполнено машинами. А сейчас никого нет. Я тоже, кстати, утеплилась. Шарфик надела. Потому что не знаю, что с моря дует всегда холодный ветер. Это вроде бы передавали тепло. Повышаются температуры. Но, по-моему, они не у нас повышаются. А где-то там, может быть, на севере. Вот. Это, походу, мимоза, что ли. Не пойму. Вроде бы да. Но здесь, знаете, мимоза вообще не пахнет. Ничем. Вот никак. У нас, помню, в России такой запах от мимозы шел. Что прям вот можно задохнуться. Здесь вообще она ничем не пахнет. Я не знаю, с чем это связано. Почему? Может, сорт какой или что. Но она вообще ничем не пахнет. Летит, летит, летит. Он там с собакой дружил. В общем, у меня планы такие, что сейчас я поеду в Алькампу. И мне клиентка одна еще на той неделе заказала и купить ей шампунь. У меня, конечно, есть парикмахерская, продаются в шампуне, но она хочет дешево и сердито. То есть ей показалось дорого. Ну, она такая уже постоянная клиентка. У меня клиенты постоянные, которые, они приходят своей шампунь, своим шампунем, своим шампунем, да. Вот, так как они голову всегда у меня, но моют, то нафиг она им дома. Он дома. В общем, шампунь дома. Они у меня оставляют. И вот эта клиентка, я когда в России была, она в какую-то парикмахерскую сходила. В общем, там ее мало того, что окромсали, ей испортили волосы. Прям вообще так подстригли, как будто выдрали клочками. И они у нее стали такие, знаете, как вообще какие-то, трогать даже страшно, особенно сзади. Вот думаю. Я не стала ей ничего говорить, ну, потому что, знаете, некоторые сейчас скажут, и она скажет, подумают, что я что-то против имею той парикмахерской другой. Вот. Но тут она сама такая, ой, что-то у меня с волосами не то. Ну, я ей говорю, говорю, да вообще пипец, говорю, надо их лечить и что-то с ними делать. Она, ну, купи мне шампунь какой-нибудь. Она уже в возрасте, то есть не понимает в нем, в них. Я говорю, ну, ладно. На той неделе пообещала, забыла. А на этой неделе тоже забыла. И вот она завтра придет, она по субботам всегда ходит. А мне опять, мне как-то уже стыдно говорить, что я опять забыла. Вот. Я ей предложила, там вот, говорю, такое-то вот с такого магазина. Она, ой, ну, видно, что дорого ей показалось. В Алькампу вспомнила, что есть там отдел такой, знаете, с это, с хорошими шампунями. Там и Виши, и все другие шампуни. Вот. Хочу там посмотреть. Собака большая. Приехала в Алькампу. Здесь вот разные шампуни. Ой, надо вот как-то выбирать, все это читать. У меня-то, знаете, волос-то мало. Хотя я пользуюсь шампунем. Шампунем. Вот, от Виши. Вот этот, по-моему. Но им пользуюсь, когда крашу волос. Потому что у меня потом такая голова начинает, в общем, ядреная же краска, и вот болит. А так обычный в Примор купила. Ну, он не обычный, конечно, но нормальный. Вот надо выбрать. А, вот, посмотрите. А, ну, вот, видите, вот этот вот у моей клиентки. Но он стоит 15 евро. И она говорила, что он, ей дороговато это 15 евро. Тут вот есть вот эти. Я не знаю, что это за шампунь такой. Но надо что-то ей вот посмотрели, вот с каких-то вот с таких выберу. В общем, да. Надо думать, чтобы было дешево и сердито. У меня вообще все пользуются вот этим пеликсилом от выпадения волос. В общем, да. Буду выбирать. Сейчас выберу и вам расскажу, что почем. Хоккей с мячом. Ну что, я пришла к клубнике. Как бы опять гнилью не взять. Вот, наверное, возьму в этот раз вот эту. Что она вот крупная. Она, знаете, тем крупнее, тем невкуснее. Это было вкусно, но, блин, гнилая вся. Мне даже так обидно было. 400 грамм. Хотя вот это было дороже. Было 2,69, а это 2,49. Она вроде лежит такая красивая, а потом откроешь коробку, а там она вся гнилая. Гнилая. Как быть? Или взять вот такую попробовать? Ой, тут прям красивая тут лежит такая. Смотрите. Наверное, вот эту возьму, да? Нет, Какую взять? Да. Или вот это вот тоже красивая коробочка. Надеюсь, она там не гнилая, блин. Какую? Эту или эту? Возьму вот эту, попробую. Сегодня. Вот мой ужин. Вуаля. В принципе, мне больше ничего не надо. Может быть, арбузика еще только взять. Шампунь выбрала, кстати. Сейчас вам покажу, но дома. Так. О, видали? Уже евро 79. Арбузик-то. Был 56 копеек, а стал евро 79. Не, за евро 79 вы его кушайте сами. Мы пока подождем. Тем более, у меня еще есть промысливы заморские, нектарины, по 4 евро сливы. Может взять вот эту, по-моему, ладно. Вы знаете, когда не хочешь кушать, очень выгодно ходить по магазинам, потому что ничего не хочется. Ну, вообще ничего не хочется. Может, яблоки. Вот яблоко у меня, кстати, одно только осталось. Pink Lady. Взять вот таких, наверное, немножечко. С парковки, конечно, капец триндец, но это, знаете, из-за каких-то таких водителей. Здесь полмашины, и там полмашины. Почему бы этой машине не подвинуться нормально, и сзади бы влезла еще одна машина? Нет. Они лучше вот так вот разрогатятся, чтобы вот они одни были. Пипец. Я всегда постараюсь парковаться так, чтобы, как говорится, было другим тоже парковка. Они так вот разрогатятся на полтора места, и зашипись, и все пофигу. Ведь потом же сами будут искать, ездить, 15 кругов наяривать, чтобы найти паркомен парковку. Потом гнобить вот этих вот плохих паркователей. Нет же. Разрогатятся, и все. И триндец. Я, наверное, полчаса кружилась, блин. Вот такой шампун я купила. Стоил он 10 евро. Здесь 96,5% натуральный. Он укрепляет, дает объем, блеск, и питает волосы. Все, что нужно моей клиентке. Как вы заметили, я на сумму сегодня не попала. Было. Ну, не попала. Вот так. Круто ты попал на ТВ. Перемыла всю подсуду. Вот люди вдвоем питаются. Посмотрите, целая гора. Я вчера так смеялась. Вообще, знаете, в чем? Я вот эту вот тряпочку, ну, это не тряпочка, это мешок, в котором я варю нут. Он специально продается именно для этих целей. И, думаю, вдруг муж сейчас захочет посуду помыть и специально убрала его в глаз долой. И он сегодня такой смотрит в нут, короче, положила его в чашку с нутом. Он смотрит и говорит, что это за тряпочка там такая лежит, какая-то непрезентабельная. Я говорю, это специальная, чтобы варить нут там. Он говорит, а зачем ты его туда убрала? Я говорю, что вдруг ты посуду соберешься мыть и, я говорю, сто процентов ты бы его и выбросила этот мешочек. Он такой, говорит, сто процентов выбросил бы, говорит, какой-то он непрезентабельный. Но он из натуральных тканей, ниток и поэтому выглядит вот так непрезентабельно. Я хочу сейчас себе заварить такой напиток. Так, здесь у меня вот вчера ж чай купила и здесь есть рыбуш ванильный и с ягодами. Ягоды и сладкие. Я люблю все сладкое, я сладкоежка, поэтому сделаем со стевией. Где она у нас? Одной ложки стевии мне хватает вполне для того, чтобы было сладко. Что у меня в глазу? И ягоды. И будет вкусно. Ой, блин, я так есть захотела, знаете, сейчас пожарила себе яйцо на сухой сковородке. Прям жор какой-то напал и кинул туда шпинат. Так вот. Ну, пару клубник все равно съем. прям вообще мне так в голову влетело, что, блин, хочу яйцо. Ну, я бы вареное слопала. Но оно долго варится. Блин, в Меркадоне купила вот такой микс из, как, смотрите, можно смузи готовить, коктейли. все на свете. У нас в воскресенье кое-что намечается, друзья. Так что никто не подписан, обязательно подписывайтесь, будет интересно. и вот надо купить мне облепеньку. Почти все рассказала. Открывайся. Он так классно, красиво выглядит. Смотрите. Маленькие, маленькие, такие вечеринки. и огромный клубник. Не крещите по швам. Вот эти вот штуки, как икеевские пакетики, я не умею их закрывать. Никогда не входят в резьбу. У меня там мусорка просто стоит и мешается. вот так вот все это выглядит. Взяла такую суповую чашку, поэтому хочу, чтобы было много. Блин, надо было тогда и стевий побольше добавить. Что-то я тупанула. Ну, ладно. И так вкусно будет. Ой, пахнет компотом. Вообще Рейбуш он пахнет как-то сливами. Знаете, когда слив мы чай заваривали в деревне сливовыми ветками. Вообще чай не покупали в деревне, но это отдельная история, потому что я про свое детство могу часами говорить. Вот. И вот так вот пах чай. А еще там был этот, как его зовут-то, от розы, как шиповник, блин, какой вкусный. чай. ты мне там давай, у тебя есть вода. Может быть поест. Так что вот так. Встретимся с вами завтра, а я буду пить вкусный чай. И может пару клубник съем. Все, самое лучшее. пока-пока. Пока-пока.